Нет, мне просто надо торты печь. У меня день рождения скоро, поэтому беру. А так вообще чувствовали, что отсутствуют какие-то магазины? В магазинах нет такого сахара, только кусковой. Прижав к сердцу четыре пачки сахара, бегом домой печь торты и пироги. Запасаться продуктами – привычка, которая осталась у старшего поколения ещё с 90-х. Страха подают пустые полки. Товар, который только что разгрузили на прилавок, по наблюдениям продавцов, разлетается меньше, чем за сутки. Ажиотаж появился после новостей о возможном повышении цен – не более 5% на социальную группу товаров. Самые предприимчивые ринулись оптом скупать сахарный песок, соль и крупы, чтобы после накинуть пару десятков рублей и перепродать товар. Эти граждане создали спекуляцию и ажиотаж искусственно созданный на данную группу товаров, которые начали по большому счёту с розничных магазинов. Минпромторг Российской Федерации пошёл навстречу в отношении того, чтобы исключить из этой логистической цепи спекулянтов, так называемых, которые покупают в розничных магазинах дешёвый сахар под 56 рублей. Дальше, соответственно, наценивают и продают уже по 70, по 75 и 80 рублей. Мы это тоже наблюдаем. Соответственно, чтобы исключить вот этих вот спекулянтов из этой логистической цепи, дали возможность на усмотрение торговых сетях ограничить в одни руки продажу, соответственно, данных групп товаров социальных. По информации регионального Минсельхоза, ежедневно сетевые магазины области отгружают для продажи порядка 500 тонн сахара. При этом раньше всем хватало 200. Поставки увеличены на 20%. Сахар в регионе производится на заводе в Цильне. О том, что дефицит искусственный, говорят запасы, стены буквально ломятся от мешков самым востребованным на сегодняшний день продуктом. Ну, наверное, запасы вы можете оценить. Все то, что находится за моей спиной. Запасы не уменьшились. По сравнению с прошлыми годами, все остается на прежнем уровне. У нас отгрузки ежедневные во все розничные сети, в сети оптовой торговли, также на хлебозаводы. То есть мы снабжаем полностью все. У нас идет плановая отгрузка, которая из года в год сложилась. Кроме того, в этом году Минсельхоз России дал установку всем субъектам на 15% увеличить посевные площади сахарной свеклы. Это еще один козырь формирования собственной экономики страны и региона, в частности, невзирая на санкции. В регионе на сегодняшний день у нас по продавательству безопасность все достаточно стабильно. Поставки у нас по всем группам товаров, соответственно, мы видим, они осуществляются ежедневно. Еще раз говорю, по тем группам товаров, когда увеличенный спрос, мы, я надеюсь, что он скоро прекратится. Если вы помните, буквально в начале пандемии такая же ситуация у нас складывалась, в частности, по гречесной укропе, в том числе и по сахару. Но буквально через 2-3 недели люди поняли о том, что абсолютно это бессмысленно отвлекать, еще раз говорю, свои денежные средства из семейного бюджета. Жадность особо предприимчивых граждан обернулась против них самих же. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку по факту повышения отпускных цен на сахарный песок среди предприятий оптовой торговли. 20 из них уже сейчас попали в черный список. Чтобы удовлетворить стихийный спрос для обычных людей, с 12 марта федеральные сети увеличат поставки сахара в региональные магазины. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в социальных сетях.